Кыргызские народы. Объединяет их общая история, культура, ценности, похожие языки и традиции. Выстраивание теплых партнерских отношений в основе своей имеет сегодня конструктивный диалог в интересах развития, спокойствия, в интересах народов двух стран. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиев с супругой по приглашению руководителя Кыргызской Республики прибыл в эту страну с государственным визитом. В Бишкекском аэропорту Манасых лично ожидал Алмазбек Атамбаев вместе со своей супругой. Торжественная церемония. В честь высокого гостя выстроен почетный караул в составе Национальной гвардии. Звучали гимны обеих стран. Обмен мнениями по ключевым вопросам начался в резиденции Алла Арча в формате ТТТ. В центре внимания лидеров двух стран повестка происходящих событий в мире, ситуация в регионе, а также состояние и перспективы двусторонних отношений официальных Ташкента и Бишкека. Этот визит, подчеркивалось, несомненно, придаст мощный импульс расширению грани партнерства. Открытость, доверительность, стремление к взаимопониманию характеризовали переговоры делегаций наших стран в расширенном составе. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным направлениям двусторонних связей, в том числе взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной сферах, стимулированию совместных проектов. Итоги переговоров на высшем уровне нашли отражение и в солидном пакете важнейших документов. Шавкат Мерзиёев и Алмазбек Атамбаев подписали совместное заявление глав государств, а также договор между республиками об узбекско-кыргызской государственной границе. Также в присутствии руководителей двух стран получил юридическую силу ряд соглашений между министерствами, ведомствами и компаниями двух стран. На встрече с представителями СМИ Шавкат Мерзиёев и Алмазбек Атамбаев отметили конструктивность переговоров, прошедших в атмосфере взаимного уважения и доверия. Руководитель нашей страны назвал данный визит историческим событием, чрезвычайно важным для укрепления и развития узбекско-кыргызских отношений. А результаты его прозвучало однозначно будут служить общим интересам наших стран и народов, более широкому сотрудничеству в культурно-гуманитарном направлении. Во второй день государственного визита в Кыргызскую республику президент Узбекистана Шавкат Мерзиёев встретился с председателем Жогурку Кенеша Чанибаем Турсумбековым. В ходе беседы стороны остановились в первую очередь на вопросах развития парламентского диалога, практического взаимодействия. Это станет подчеркнуто необходимым акцентом эффективности на фоне мощного импульса развития, который получило в последнее время партнерство между нашими странами. А в основе перехода на новый уровень взаимопонимания, звучало, лежит стремление сторон развиваться плечом к плечу, как велят единая история, схожие культуры и традиции. Чанибаем Турсумбеков в свою очередь подчеркнул, что кыргызская сторона для достижения поставленных на высшем уровне целей и задач готова задействовать все резервы и возможности. Сегодня же президент Шавкат Мерзиёев встретился с премьер-министром Кыргызстана Сапаром Исаковым. Глава нашего государства поздравил руководителя правительства с недавним назначением на должность. А Сапар Исаков в свою очередь подчеркнул, что этот государственный визит лидера Узбекистана особый для сторон, ведь речь идет об истинном добрососедстве, когда поддержка и понимание взаимны. В рамках встречи юридическую силу получил меморандум о взаимопонимании между правительствами двух республик, о создании Совета Хакима в приграничных областей Узбекистана и полномочных представителей правительства Кыргызстана в приграничных областях. На этом государственный визит президента республики Узбекистан завершился. Шавката Мерзиёева и его супругу в международном аэропорту Манас провожал президент Кыргызской республики Алмазбек Атамбаев с супругой. Данный государственный визит в течение этих двух дней не раз назван лидерами стран историческим. В его рамках подписано два стратегических документа, один из которых расставил большинство точек над «и» в тонком вопросе о государственных границах. Помимо этого масштаб перспектив раскрыл и солидный пакет документов, подписанных между министерствами, ведомствами, компаниями и регионами двух стран. Итак, официальные Ташкенты и Бишкек дали старт новому этапу взаимоотношений. Узбекистан будет вкладывать инвестиции в Кыргызстан, будет участвовать в воплощении грандиозного проекта по строительству железнодорожной магистрали «Китай, Узбекистан, Кыргызстан». Да и регионы двух стран будут тесно взаимодействовать и в экономическом и социально-культурном планах. Но это лишь часть вопросов масштабной повестки государственного визита, по которым найдены прорывные решения. Станислав Баграмов, Джохангир Умаров, Сахип Арибов. Только для телеканала «Узбекистан-24». Бишкек. В этот же день президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев прибыл в Ташкент. Специальная передача, посвященная итогам государственного визита руководителя нашей страны в Кыргызскую республику, выйдет в эфир 7 сентября в вечерних программах телеканала «Узбекистан-24».